Ребята, привет! Давненько мы с вами не обсуждали винтовки Шторм. Напомню, это винтовки отечественного производства, делаются в Омске. Нашими русскими ребятами, по моему мнению, это лучшие отечественные винтовки для стрельбы полнотелом. Хотя валанами они тоже стреляют очень хорошо. Ребята, в связи с тем, что YouTube реально замедляют, я, например, из дома не могу загрузить видео к себе на канал. Из мастерской могу, из дома не могу. Я уверен, что проблема не только у меня. Я вас призываю пройти по ссылкам ниже. Первая ссылка — это ссылка на мой Routube аккаунт, где будут публиковаться видео параллельно с YouTube. Я рекомендую вам зарегистрироваться, подписаться для того, чтобы не пропускать новые видео. Потому что неизвестно, что будет дальше. Второй момент — это ссылочка на мой Telegram канал, где точно так же будут публиковаться все видео со ссылками на все доступные источники. Третья ссылочка — это ссылка на Яндекс.Дзен, где также будут публиковаться мои видео. И четвертая ссылочка — это ссылочка на мой ВКонтакте. Слушайте, у меня YouTube-канал много лет. Самое первое видео я разместил 16 лет назад. Больше 16 лет назад. И, конечно, очень обидно терять такую дорогую аудиторию, как вы. Я для вас стараюсь и очень не хотелось бы с вами терять связь. Поэтому, пожалуйста, пройдите, подпишитесь. Давайте будем с вами оставаться на связи. Я буду продолжать публиковать на YouTube до тех пор, пока это возможно. Но до какой поры это будет возможно, никто из нас предсказать не может. Качественное изготовление потрясающего качества ложейки. В данном случае это ламинат. Качественное покрытие, надежный механизм. Собственная разработка и очень хорошая стабильность. Сегодня я хочу вам рассказать про несколько новинок. Это не новинка, это просто красивая винтовка. Новинку так быстро забрали после того, как я ее настроил, что снять полноценное видео с ней я, к сожалению, не успел. Так вот, про новинку мы поговорим. Это шторм, карабин с колбой и с редуктором. Давайте я скажу пару слов про то, как я вижу себе предназначение винтовок в различном исполнении. По моему личному убеждению, тут разные могут быть мнения, но я считаю так. Прямоточные винтовки идеально подходят для полнотелов и для валанов. Хотя из коробки у них настройка, естественно, до 3 джоулей, но в целом они предназначены для полнотелов. Если мы говорим про 6-35, неважно, что со стволом 550 длины, что со стволом 620 длины. Это пули 3,5 грамма, на скоростях порядка 280-285. Можно больше вообще без проблем. Но из моего опыта это самый хороший диапазон скоростей. По крайней мере для последних серий шторма. Редукторные винтовки, несмотря на достаточно большой заредукторный объем, если я не ошибаюсь, это порядка 60 кубиков, я бы рекомендовал использовать, если мы говорим про шестерку, с пулями весом до 3 грамм. И с настройкой редуктора на давление порядка 160-170 атмосфер. Почему? Потому что для того, чтобы лезть в более высокие давления, нам необходимо в большинстве случаев поменять набор пружин, по-другому их собрать в редукторе, для того, чтобы он работал в большем диапазоне. В противном случае редуктор может начать открываться, и вам это совершенно не нужно. Это нормальное явление, потому что у любого редуктора есть определенный диапазон давлений. И, насколько я понимаю, редукторные штормы изначально не планировались к использованию с тяжелыми полнотелами. Поэтому в шестерке до 3 грамм, 2,5-3 грамма вообще идеально. Стреляете, не напрягаетесь, все отлично. Хотите тяжелый полнотел, я бы рекомендовал брать именно примоток. Так вот, рассказывая про ту винтовку, что в ней нового? Ну, первое, карабин с колбой, с редуктором, это не особо частое явление на нашем рынке. Это первый момент. Второй момент, это легкий доступ снизу на карабине к регулировке редуктора. Без разборки, то есть не нужно разбирать винтовку. Третий момент, это возможность опционально поставить вместо заглушки манометр на давление за редуктором. То есть слева у вас будет давление за редуктором, справа у вас будет давление в колбе. Это очень удобно, очень классно, особенно тем, кому это нужно. Четвертое, это потрясающего качества ложейка. Дерево просто сумасшедший орех, фактурный, с классным рисунком, в общем, очень понравилось. Ну и пятое, это традиционно очень достойная кучность боя. Да, если мы берем винтовку, там, не пиленую, перепиленую, а просто более-менее доведенную, да, это будет порядка 45 миллиметров на сотку полнотелом. Я считаю, это вполне хороший результат. Я говорю сейчас про 10 выстрелов. Далее, давайте посмотрим, что могут сделать винтовки. Примоточные, с колбой 580 кубических сантиметров. Ну, скажем так, практически из коробки. Да, то есть, если поставить на место антибздун, если самую малость их подрегулировать. Давайте мы с вами посмотрим график. И этот график нам скажет о том, что в традиционно считающемся достаточном для точной стрельбы, для применения по назначению, чаще всего это... Что-то типа охоты, скажем так, да. На коридоре 10-метровом можно получить порядка 33 выстрелов на средней скорости 282. И, на мой взгляд, просто отличный показатель. Этого количества выстрелов более чем достаточно. Стабильность прекрасная. Давайте мы с вами просто посмотрим. Наглядно, вот я поставил камеру, записал. Давление винтовки, пуля, хрон стоит, скорость. И вот мы посмотрим весь отстрел с 290 до 175 или 185 атмосфер. В общем, вы все увидите. Просто, знаете, чтобы не быть голословным, как стреляет винтовка. Благодарю всех за внимание. Всем пока. Имеется винтовка шторм с композитной колбой 0,58 с давлением 290, ну, чуть меньше 290 атмосфер. Мы ее ставим сюда. Далее, fx-трубалистик хронограф. Мои пули. Рузбир слакс. 3,5 грамма. И мы будем стрелять. Ну и заодно показания хрона, чтобы было видно. Поехали. Винтовка прямоточная. Так, 12 выстрелов сделан. Давайте посмотрим давление. Так, давление у нас 265. Давление. 250. ДАВЛЕНИЕ 195 ДАВЛЕНИЕ 185 Я думаю на этом наверное мы и закончим Аккуратно Аккуратно Аккуратно